Поехали. Показывай. Сейчас ты видишь? Да. Да. Значит, вот второй раз мы сделали замер. Намного больше по объему аура. Она закрыла верхнюю границу максимальную, желтую, в том числе и на верхних чакрах, чего не было до этого. По всем чакрам сейчас 100%. Я сейчас покажу количество. Вот они. По 100% все чакры. Видишь? Да. А когда мы вот сюда смотрим, то здесь больше, чем 100%. Просто программа такая, что она считает проценты только до 100. А если больше 100, то она их не показывает. Вот эта разница. А мы глазами сейчас ее видим. А просто для любопытства. А такое вообще часто встречается? Крайне, крайне редко. Но бывало. Бывало. Но у человека... Нет, было. Два раза было. Два. Один раз это был человек европейский, но он в Новой Зеландии живет, эмигрировал давно. Он эзотерик очень продвинутый. Ну, очень высокого. Я думаю, что он вообще посвящен очень высокого масштаба. У него была огромнейшая аура, причем очень гармоничная и розовая. Выходила вообще за пределы экрана. Один раз вот я такого человека видела. А второй раз это была женщина, Мауринька, молодая очень. Но она такая мощная по физиологии. То есть она крепкая, сбитая. И из нее просто брызжила энергия из всех центров. И глаза сверкали. И вот мне кажется, она вообще могла эти поломать подковы. Ну, такой у нее, я такой энергии вообще не встречала у людей никогда. Но она местный абориген. То есть она живет на земле. И у нее энергия вот таких вот была, ну, таких... Все-таки по всем чакрам у нее было открыто. Но очень природный такой у нее вариант был. Вот эти вот два человека были. Они разные. Но у них аура была больше 100%. Прямо скажем. Ну, понятно. Вот. Но у тебя, она может быть не везде одинаковое яйцо. Но кое-где она очень большие проценты. Вот здесь вот. И это, конечно, связано с решительной ходьбой, что называется. Это когда человек вот физически готов идти, шаги делать. То есть это такая, ну, как бы потенциал, который просится действовать, активно двигаться. Вот это вот лишняя энергия. Вот она. Она не лишняя, она сильно больше 100%. Я понял. Вот это вот очень интересный вот этот плавник. Я иногда у людей встречаю этот форму. Это такой силуэт очень интересный. Когда вот плавник, как у дельфина. Он у тебя... Это хороший очень интересный, я не знаю. Он у тебя по вишудхе, анахате и манипуле. И он, вот этот плавник показывает, что в прошлом, которое может быть час назад, день назад, в ближайшем прошлом, произошло нечто такое, которое вот эти чакры резко открыло. Три. Верхние. Вишудху, анахату и манипуру. А мы знаем, что по предыдущему замеру, который был две недели назад, по вишудхе был блок небольшой. Как бы с верхней силой чуть-чуть придерживали вишудху. Ты помнишь этот элемент? Да. А сейчас вот она открыта. И анахата, и манипура. И это было действие в прошлом, недавно. Ну, здорово. Да, просто здорово. Ну, короче. У нас тут есть небольшая утечка информации, виды, небольшая утечка. И она опять указывает на нижнюю вот эту молотхару. И это опять какая-то утечка по физике. Если раньше это было прям по ногам, виды, молотхаре, то здесь это по... Ну, тоже по молотхаре. Трудно сказать. Опять недосып. А, это... Это какая-то физическое недомогание у тела, когда утечка просто от переутомления. Потому что этот признак, он остался, но он просто чуть-чуть перешел на другое место. И вот что характерно, он не мешает выполнению миссии. Но он все-таки присутствует. Но это истощает организм. Я понимаю. Согласен. Да. Надо что-то делать. Ехать на Бали. Ну, или хотя бы спать чуть-чуть больше. Да. Может быть так. Но тоже на Бали. Там как-то мне нравится. Ну, в общем, хорошая аура. Красивая, раскрылась. Вся наполнилась. И явно, что это результат. Вот, нет их действий, собственно. С чем я могу только поздравить. Потому что не каждый человек может сам что-то изменить так резко по привлечению высших энергий. Ну, хорошо. Все, Леночка. Я тебя благодарю. Иди отдыхай. Потому что, да, уже пора. Да. Сейчас еще чувствую. Да. Все нормально. Все хорошо. Да. Все. Просто все хорошо. Значит, на будущее надо будет.